Сегодня очередным вывозным заграничным рейсом аэробус уральских авиалиний доставил домой россиян, оказавшихся в коронавирусной засаде вдали от Родины. На этот раз тех, кому выпало тосковать по дыму Отечества на Средиземноморских островах. Екатеринбургский пилот Дамир Юсупов, герой России, выполнил в качестве командира воздушного судна полет из Мальты в Москву. С Мальты собрали 37 человек, еще 173 робинзона сняли с острова Кипр в аэропорту Ларники, и вскоре благополучно и мягко, даже безо всяких там кукурузных полей, борт приземлился в Шереметьево. Все 210 репатриантов, похлопав легендарному пилоту на прощание, отправились на двухнедельную самоизоляцию. Гораздо менее торжественно прибыли в Екатеринбург 36 вердловчан, не покидавших страну, да и вообще не загоравших на югах, а вкалывавших на северах, и там угодивших под вспышку. На Чаэндинском газоконденсатном месторождении в Якутии в середине апреля из 10,5 тысяч сотрудников у каждого третьего первичный тест оказался положительным. В начале мая оттуда стали вывозить по домам вахтовиков. 36 наших помещены, разумеется, в обсерватор на две недели под надзор медиков. Ровно вдвое меньше, чем в Якутии, не каждый третий, а каждый шестой оказался ковид-инфицированным в маленькой деревне Новая Шишкина на 120 душ, что расположено в 40 километрах от округа, образующего Туринска. Суда из Екатеринбурга с лечения в Центральной горбольнице номер один, еще до того, как там случилась вспышка, вернулась женщина без каких-либо симптомов чего-либо. Изолироваться ей не думала, а спустя 10 суток из области пришла бумага, что она, дескать, контактная по коронавирусу с той самой больницы. Взяли анализы, те показали ковид-19. Прошлись по контактам. Итого, теперь из 121 Новошишкинца 21 болеет новым вирусом. Слава богу, хоть легко, так же бессимптомно, как и зачинательница. Но процентное соотношение, конечно, аховое. Это как если бы в полуторамиллионном Екатеринбурге единовременно болели бы не 2312, как сейчас, а 250 тысяч. Затронутую тему больничных вспышек продолжим сообщением о том, что в областном онкодиспансере вслед за урологией, химиотерапией и радиологией на карантин закрыли гинекологическое отделение. Находящихся там пациенток продолжат лечить, но при выписке будут проверять на коронавирус. Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области подтвердила еще один случай заболевания сотрудника 14 мая, заступившего на двухнедельную вахту ВК-19. Это зона строгого режима в Тавдинском поселке Белый Яр. Он уже лечится в Екатеринбурге в удовлетворительном состоянии и стал пятым сотрудником госпитализированным с ковидом вместе с тремя из СИЗО номер один и одной сотрудницей соседнего ИК-2. Ее случай проще в том смысле, что она сидела дома в отпуске и шлейфа контактных за ней не потянулась. Среди спецконтингента, а это 24 тысячи человек, лишенных свободы, ни одного случая заболеваний нет. Ну и, кстати, пять заболевших на 9,5 тысяч сотрудников ГУФСИН по всей области – это тоже, так сказать, немного. А еще начальник пресс-службы Свердловского пенитенциарного главка Александр Левченко рассказал, что в колониях пошито и пущено в эксплуатацию уже полтора миллиона защитных масок из более чем двух миллионов совокупно заказанных. Невольным белошвеем, совершавшим на воле преступление. И вот на воле нашли преступный промысел на той же Неве пошива защитных масок, причем типа медицинских. Служба участковых и отдел по противодействию коррупции управления МВД по городу Екатеринбургу как нагрянул в однокомнатную квартиру на улице Союзной, что в районе автовокзала, а там целых девять человек, в стесненных условиях конструируют одноразовые маски. Их изъяли 60 тысяч на сумму 1 миллион рублей, что весьма недорого. Получается меньше 17 рублей за один намордник, но не забываем, что он при этом паленый. Всех швей тоже доставили в полицию искать концы. В городке Заречном, где сами знаете, какая главная атомная достопримечательность, в полицию якобы доставляли, якобы по подозрению в организации незаконного митинга, то ли директора, то ли какую иную придержащую шишку из торгового центра «Галактика», который, как ясно из названия, крупнейший во всем Заречном. Его арендаторы соблюдали даже флешмобясь в социальную дистанцию. Музыка 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 Тема очередей без всякой социальной дистанции беспокоит и жителей Екатеринбурга, пользующихся метро. Они пожаловались губернатору прямо в Инстаграм. Он им прямо там же и ответил, цитата. Переговорил на эту тему с главой города Александром Геннадьевичем Высокинским и попросил его разобраться в вопросе. Конечно, метро – объект стратегической важности, где должны приниматься исчерпывающие меры по обеспечению антитеррористической защищенности людей, но и безопасность эпидемиологическая сегодня не менее важна. И все предписания санитарных врачей, конечно, должны неукоснительно выполняться. Руководство метрополитена должно создать условия, чтобы дистанция между людьми выдерживалась. Конец цитаты. И напоследок о вечном, о светлом, о праздничном. В эти выходные россияне, исповедующие ислам, завершают поститься и уже в субботу начинают встречать праздник разговения у Роза-Байрам. Впервые в истории в условиях самоизоляции, продолжению которой правоверных призывают духовные лидеры. Дорогие единоверцы, приближается празднование у Розы-Байрам. Мы призываем всех правоверных встретить праздник искренней молитвой дома, в кругу своей семьи домочадцев. Это необходимо сделать, следуя рекомендациям специалистов в области медицины, ответственных за жизнь и здоровье населения. На сегодняшний день долг каждого настоящего верующего показать пример истинной любви и заботы о ближнем. Желаем вам светлого духовного праздника. Аминь.